Что делать, если тебя достали эти синяки под глазами, и ты всегда выглядишь уставшей? Здесь два варианта. Первый. Прямо сейчас ты пишешь начальнику о том, что уезжаешь в отпуск на три недели и путешествуешь где-нибудь, например, по странам Карибского бассейна. Второй вариант более доступный. Мы с тобой вместе подберем для тебя идеальный консилер, и ты сможешь продолжить работать. Привет, меня зовут Ирина Лобашова, я визажист, эксперт в мире мода и макияжа, и сегодня мы будем говорить про такую щепетильную тему, как синяки под глазами и что с этим делать. Я уверена, что эта тема будет актуальна многим, потому что после просмотра этого выпуска ты подберешь для себя идеальный консилер. Поэтому не забудь поставить лайк, не забудь подписаться, ну и, конечно же, напоминаю, что каждый выпуск у нас с тобой конкурс. Давай с тобой вместе погружаться в мир консилеров и корректоров. Сегодня в ролике ты узнаешь, какими критериями я руководствуюсь при выборе консилера или корректора, как именно носить консилер максимально тонко на лицо, чтобы он не подчеркивал текстуру кожи и не подчеркивал морщинки, мои самые любимые продукты от бюджета до люкса в категории консилер и корректор, ну и, конечно же, я поделюсь своими самыми любимыми кистями, которые помогут себе в макияже именно этих продуктов. И начнем мы с того, что же такое консилер и что же такое корректор и чем они отличаются. Вообще считается, что консилер это более увлажняющая, более тонкая текстура, которая предназначена в основном для работы в зоне вокруг глаз. Почему она должна быть более увлажняющая и тонкая? Дело в том, что именно эта зона имеет самую тонкую кожу на лице, плюс она чаще подвержена мимическим морщинкам, и поэтому считается, что текстура продукта, которую мы наносим в эту зону, должна быть тоньше и легче. Корректором же мы называем более устойчивый пигментированный тональный продукт, который подходит не только для того, чтобы скрыть синяки в зоне под глазами, но и, например, замазать прыщики, либо купероз, либо какие-то пятнышки на лице. Но, что интересно, сейчас производитель абсолютно стихийно называет продукт консилером или корректором, поэтому мы не будем руководствоваться в выборе только названием. Я буду рассказывать именно особенности продуктов, на которые стоит обращать внимание. Для себя, как для визажиста, я выделяю три группы консилеров или корректоров. Первая группа — это устойчивые пигментированные продукты, которые способны заменить тональный крем. Вторая группа — это легкие подсвечивающие консилеры или корректоры. Ну и третья, самая интересная — это цветокорректирующие продукты. И сейчас о каждой я расскажу подробнее. Начнем с устойчивых продуктов. Для каких целей я выбираю именно устойчивые консилеры или корректоры? Во-первых, когда мне нужен универсальный продукт, которым я буду не только работать в зоне под глазами, но и перекрывать какие-то имперфекции на лице. То есть прыщички, синяки, венки, может быть, пигментные пятна. Во-вторых, чаще всего эти продукты немножко суховатые и могут подчеркнуть текстуру очень тонкой кожи, особенно если у тебя в зоне под глазами находятся сухие какие-то участки, либо маленькие мимические морщинки. Но зато эти продукты очень удобно использовать вместо тонального крема, например, когда тебе не хочется перегружать свой макияж, но при этом нужно в среднем выровнять оттенок лица. Я сделала свою классификацию продуктов от люксовых до бюджетных, и начнем мы с самой дорогой и самой часто используемой мной позиции. Начнем мы с моего самого любимого продукта — это корректор от бренда Dior Forever Skin Correct. За что я его люблю? Во-первых, здесь действительно большой объем продукта — порядка 11 мл. Этот продукт одинаково хорошо работает как в зоне под глазами, маскируя синячки, так и его можно нанести в качестве тонального средства. Именно его я чаще всего использую в своем макияже, когда я не хочу наносить тональный крем в принципе, но мне нужно в среднем выровнять текстуру лица. Плюс я люблю использовать его на своих клиентов. Я использую его на мальчиках. Когда я делаю мужской макияж, мне нужно сделать ультратонкое покрытие, незаметное человеческому глазу, при этом выровнять текстуру кожи. И я часто использую его именно на девочках с тонкой кожей, которым не нужно как-то перегружать лицо тональным кремом, поэтому я люблю использовать его на центре лица, чтобы в среднем выровнять опять-таки оттенок и текстуру кожи. У него на самом деле сейчас есть два минуса, про которые нужно рассказать. Во-первых, как бы я не хотела, но цена у него кусачая. Порядка 4000 рублей он сейчас стоит в золотом яблоке. И, к сожалению, даже для меня иногда это много. Во-вторых, сейчас в России остался ограниченный ассортимент этих консилеров по цветам, и моих любимых оттенков, а именно 1,5N, 2N и 2C сейчас нет в продаже, поэтому приходится заказывать их через Байеров. Но при этом я все равно люблю этот продукт, постоянно его покупаю, и его хватает, когда у тебя не слишком синие или коричневые пигменты вокруг глаз, плюс его можно нанести на прыщички, но все-таки если кожа склонна к жирности, я рекомендую его дополнительно припудрить. Еще один продукт из категории устойчивых корректоров – это корректор от бренда Charlotte Tilbury. Лично я его люблю, во-первых, за более светоотражающую текстуру, то есть он в буквальном смысле работает как подсвечивающий, но при этом устойчивый продукт. Плюс мне безумно нравится его упаковка, я люблю вот эту золотистую крышечку, мне комфортен этот размер, и я действительно вижу, как он красиво смотрится на рабочем столе. Мне, как визажисту, это важно. Конечно же, мне нравится его пигментация. Маленькие капельки этого консилера хватит растянуть на все лицо. Но при этом есть и недостатки. Во-первых, он не продается в России. Для многих это ограничение, потому что нужно действительно придумывать, где его купить и заказать. Ну и во-вторых, все-таки цена тоже достаточно высокая для такого маленького размера продукта. Если говорить про близкого родственника, я бы сказала, двоюродного дядя консилера от бренда Charlotte Tilbury, то я бы сказала, что очень похож консилер от бренда Eure. В чем его фишка? Здесь тоже такая красивая подсвечивающая текстура, чуть более тонкое нанесение в отличие от бренда Charlotte Tilbury, но при этом он продается, продается на Озон или маркетплейсах. У него красивые оттенки. Лично я люблю оттенок 2 и 2,5. Двоечка более розоватая, 2,5 более желтоватая. Ну и что я могу сказать, что он хорошо увлажняет при своей стойкости зону под глазами. То есть, если у тебя достаточно сухая зона, ты можешь все равно нанести этот устойчивый консилер, и не получишь подчеркнутые морщины, либо какие-то имперфекции на твоем лице. Еще один продукт из категории устойчивых консилеров, которые я безмерно люблю, это консилер от бренда Nathalie Chic. Мне нравится использовать его и в свето-теневой коррекции, потому что оттенок 0,5, самый светлый, прекрасно подходит для таких, знаешь, инста-макияжей, когда тебе нужно действительно хорошо заглубить сколы, но при этом сильно вытащить самые выступающие части лица. Это подбородок, это центр носа, это наивысшая точка скулы. Плюс у него достойная пигментация. Он может показаться немножко суховат, но при правильном нанесении, а именно используя достаточно пушистые кисти из натурального или синтетического борса, ты получаешь ту самую незаметную текстуру. Ну и, конечно же, приятный бонус. Он доступен в России, для нас это важно. Он достаточно доступен по цене и он очень экономичный. Я использую эти две упаковки уже больше года и могу сказать, что они даже не заканчиваются. То есть у меня есть ощущение, что мне его хватит надолго, несмотря на то, что я часто использую его и в своем макияже, и в макияже своих клиентов. Из категории устойчивых консилеров мы переходим в категорию более увлажняющих и подсвечивающих консилеров. В чем фишка таких консилеров? Во-первых, текстура предназначена для повседневного макияжа. И если, например, ты еще сомневаешься, нужен тебе консилер или не нужен, боишься, что он будет заметен на лице, то обрати внимание именно на эту группу. Во-вторых, все эти консилеры работают именно с эффектом софт-фокус, либо преломления света. А именно, нанося такой продукт на лицо, он маскирует недостатки за счет того, что в буквальном смысле отражает свет от кожи. Ну и, конечно же, эта категория консилеров, она более увлажняющая. Значит, подойдет для обладательниц более сухой кожи, плюс для лифтинг макияжа, когда тебе нужно наносить настолько тонкие продукты, чтобы они не подчеркивали рельеф твоей кожи. И начну я свой рейтинг легких подсвечивающих консилеров с продукта открытия 23 года. Это консилер от бренда Crystal Minerals. В чем его фишка? Во-первых, здесь база, состоящая из увлажняющих компонентов, плюс воска и минерального пигмента. То есть этот продукт подходит для девочек, которые не любят ощущения силикона на своем лице, вообще не любят какие-то устойчивые консилеры и предпочитают более такой экологичный натуральный макияж. Что важно, этот продукт прекрасно работает как в зоне под глазами, так и в зоне, например, прыщичков или синячков. Но самое главное, его нужно хорошенечко фиксировать. Все-таки он не слишком стойкий, он скорее такой влажный и подвижный. У этого продукта есть интересная фишка в нанесении. Я рекомендую доставать его из баночки, разогревать на руке и только после этого переносить на лицо. Тогда эта восковая увлажняющая основа становится более теплой за счет тепла наших рук. И это позволяет тебе гораздо тоньше нанести консилер на лицо. Ну и, конечно же, мне безумно понравилась большая линейка цветов. Лично мой любимый оттенок это троечка. Он такой натуральный, не слишком темный, не слишком светлый, с легким розовым подтоном. И, конечно же, я бы сказала, что цена достаточно комфортная. Консилер стоит около 1000 рублей, при этом объем большой, и тебе хватит его надолго. Если говорить про какой-то более доступный вариант, то я бы обратила внимание на бренд Relui Pro и именно версию подсвечивающего консилера, неустойчиво, с белой крышечкой. В чем фишка? Это очень тонкая, светоотражающая текстура. Она хорошо подойдет как для работы в зоне под глазами, так и в качестве такого заполировывающего продукта, когда тебе нужно зашлифовать поры. На прыщечках зависит от состояния прыща. На горячих, таких, знаешь, воспаленных прыщах все-таки он не выдержит. Плюс, что мне понравилось? Здесь достаточно большой объем. При его скромной стоимости порядка 300 рублей, это действительно хороший белорусский продукт. Поэтому спасибо бренду Relui Pro за то, что сделал такую доступную альтернативу люксовым консилерам. И мы переходим к самой интересной группе, это цветокорректирующие продукты. В чем их особенность? В них, помимо основного цвета кожи, добавлен еще дополнительный пигмент. Оранжевый или персиковый для коррекции синих или фиолетовых синяков глазами. Розовый, такой тепленький, для коррекции коричневого пигмента. Эти продукты нельзя наносить на все лицо в качестве тонального крема. Однако, они хорошо работают, именно если у тебя достаточно яркие синяки, либо яркий пигмент в зоне вокруг глаз. Они чаще всего менее устойчивые. Их рекомендуют фиксировать какой-то пудрой, либо иногда дополнительно перекрывать тональным кремом, чтобы перекрыть все равно розовинку или оранжевинку. И начнем мы знакомство с этой группы с продукта, такого более подсвечивающего, но при этом цветокорректирующего. Это консилер от бренда Russian Beauty Guru, культура сияния, который у меня представлен в двух оттенках. Единичка. Это розовый, подсвечивающий, легкий продукт, который хорошо будет работать на девочках светлокожих. Либо, если у тебя в зоне вокруг глаз находится такой коричневый пигмент. И двоечка подходит для девчонок более загорелых. Либо, когда в зоне вокруг глаз есть прямо явный синий фиолетовый пигмент. И оттенок 2 нейтрализует его за счет добавления в сам консилер более таких желто-персиковых ноток. В чем особенность этого консилера? Текстура в баночке достаточно плотная. И для того, чтобы он хорошо сработал, я все-таки рекомендую его разогревать на руке и наносить уже разогретую массу в зону вокруг глаз. И именно в случае этого консилера я рекомендую работать именно пальчиками. Для того, чтобы чувствовать текстуру и подтапливать ее с помощью тепла твоего тела. Хоть и консилер имеет цвет, но я бы сказала, что он на границе между цветокорректирующими продуктами и светоотражающими. Потому что в его состав добавлены какие-то легкие мерцающие частички, которые освежают эту зону. И еще один продукт, который мне понравился, это консилер от бренда Astra. У меня он во втором таком тепло-желтоватом оттенке. Он достаточно увлажняющий, при этом пигментированный. И как раз-таки такой желтоватый теплый оттенок подходит для коррекции явных сине-фиолетовых синяков по глазами. Знаешь, вот прям когда тебе фингали еще дали, ты смотришь на эти синевые и понимаешь, что тебе не хватает, никакой консилер на тебе не работает. Резюмируя, как выбирать консилер, я бы все-таки ориентировалась на то, какой у тебя синяк в зоне вокруг глаз и с какой проблемой мы работаем. Если у тебя в целом нету каких-то явных синяков сине-фиолетовых, нету каких-то пигментаций, тебе просто нужно выровнять оттенок кожи, может быть перекрыть красноту вокруг носика. Тогда тебе нужно идти в категорию устойчивых продуктов и с помощью тонкой пушистой кисточки просто зашлифовывать этот продукт вместо тонального крема. Если у тебя явный сине-фиолетовый пигмент, то тебе стоит обратить внимание на цветокорректирующие продукты с желтоватым оранжеватым подтоном. Если у тебя вокруг глаз коричневая пигментация, значит ощущение, как будто тебе взяли и сделали вот такие коричневые очки, то тебе стоит обратить внимание именно на консилеры, содержащие в себе розовинку, либо подсвечивающие консилеры, которые будут перекрывать этот недостаток. Если тебя беспокоит скорее не цвет, пигмент, а ощущение того, что у тебя всегда усталый вид за счет того, что у тебя выраженная носослезная борозда, то я рекомендую обратить внимание на подсвечивающие консилеры, которые будут за счет светоотражения как бы вытягивать объем под глазами наружу. И самое интересное, если у тебя есть мешки под глазами или так называемые грыжи, то есть когда у тебя не дефицит объема под глазами, а наоборот ощущение припухлости этой зоны, то обрати внимание на устойчивые, достаточно матовые консилеры. Светоотражающие консилеры в этом случае я не рекомендую использовать. Теперь что касается инструментов. Для работы с устойчивыми, с плотными, с пигментированными, достаточно суховатыми консилерами, я рекомендую использовать кисти с длинным ворсом. Он может быть синтетический, он может быть натуральный, но самое главное, что с помощью этого ворса можно тонко зашлифовывать текстуру консилера, позволяя максимально зашлифовать продукт. Если мы с тобой говорим про какую-то точечную коррекцию, когда тебе нужно локально проработать, например, с синим пигментом, либо с фиолетовым пигментом, либо с коричневым пигментом, то обращай внимание на коротковорстные кисти из натурального или синтетического ворса. Когда ты можешь действительно вот так вот подобраться в зону под глазами и вот такими аккуратными движениями зашлифовать именно эту зону. Сегодня мы с тобой разобрались, что такое консилеры и корректоры, как их выбирать, на что обращать внимание. И я надеюсь, что этот выпуск поможет тебе разобраться с этой интересной темой. Ну и конечно же, всегда выглядеть свежей, независимо от того, сколько ты спала и как давно ты отдыхала. В каждом ролике, как и всегда, у нас с тобой конкурс, условия не меняются. Лайк этому видео, подписка на мой канал, в комментариях ты пишешь секретное слово, которое я спрятала в этом ролике. Секретное слово я спрятала в том месте, где я рассказываю про подсвечивающие консилеры. Ищи внимательно.